Так вот, видите, как интересно, то есть одновременно есть чудное мгновение, есть какой-то как бы опыт, есть уже не чудное мгновение, и все это как будто одно, это все в моменте, для нас это и есть в моменте здесь и сейчас, и это всегда так вот все время, и везде, вот куда ни ткнешь, куда ни уедешь, опять это Пушкин, и опять это Анна Керн, и прямо вот ты уже, да, ну я сейчас такое вспоминаю из записи, они же не стеснялись, он же описывал и свой секс, может быть, это, конечно, подлог, но о том, как вот он спал из своей, как он ее называл, 117-я она, да, то есть вообще тогда вот все было достаточно открыто, можно было писали об этом, да, то есть спокойно, и это полезно, наверное, то есть вот это общение с бумагой, это сам с собой. Извиняюсь, ушли мы куда-то в Пушкина и в секс, да, видите, как неожиданно, а сейчас некоторые учительницы скажут, да вы это безобразие, как вы можете, ну то же самое, как мне мама услышала, что я слушаю Чайковского, ну не изучал я просто, хотя я люблю Рахманинова больше, ну мне отзывается, но я решил все-таки послушать, я сказала, что это за безобразие, он же голубой, то есть для нее в моменте здесь и сейчас это все вот продолжается, его гомосоциализм якобы, да, то есть она же, она вот куда внимание, то это есть, да, вот. Хорошо, Глеб, у вас как, вы вещаете с больницы еще пока? Да, да. Но вы поживее немножко стали, вот все-таки поживее вас как-то, не скажу, что, конечно, идеально выглядите. Да, значит, это первый момент, я тогда расскажу чуть поподробнее о нем. Ну, вчера я уже пешком, нормально, без, ну то есть уже никак хромая там на одной ноге с зажатым каналом мочевого пузыря, а километр прошел до магазина, обратно так, нормально, поле, то есть свобода уже в ногах, не такие деревянные. Второе, конечно, это, ну гибкость появляется в ногах. Давайте я посмотрю вашу оперативную воду, кстати, да, мы на этом заканчивали. Вот прямо сейчас я смотрю, 70% все-таки нету, 60, 50 с чем-то есть. Ну, и состояние по оперативной воде, конечно, тоже другое уже. Ну, там есть все равно куда еще работать, но оперативная вода, она, поймите, она, это то самое, что вкалывают еще раз в реанимации первым делом. Вот, то есть за этим тоже надо следить. Так, ну вы продолжайте, может быть, что-то буду измерять и вам рассказывать. Да, насчет оперативной воды тогда сразу, раз остановились на этом, люди будут спрашивать, а сколько это, ну, в литрах, да, ну вот, сегодня с утра это, ну, 2 литра уже есть точно. Ну, я пью вот этих бутылочек одну за другой, ну, просто все зависит от климата, смотрите, извиняюсь, прерву, но вот момент такой. Что такое жаркий климат? Вот я сейчас в парилке, мне сейчас, грубо говоря, душновато, тут вот не помогают улицы, не дуют. Вот, ну, еще мы находимся здесь вообще в каменном мешке. Значит, смотрите, это похожая ситуация с токсикозом. В чем? Потому что в нагретом состоянии, в состоянии сауны происходит усиление метаболизма. В том числе, у чистки больше образуется, почему собака? Да, во много раз увеличивается количество метаболитов. Клетки больше писают, капают. И идет перенапряжение, в том числе и метаболическое. И поэтому на жаре одно за другое у меня уходят. Так и в вашем состоянии, не важно, что вы под прохладой кулера или что там над вашей головой. Там есть вентиляция хорошая, да. Есть вентиляция. Вот, но здесь просто на самом деле похоже. То есть мы сейчас с вами находимся в похожих ситуациях, просто по-разному это выглядит. Мне вот тоже тяжеловато. Я сегодня автобус был, я ездил, скажу честно, давно пришлось депульпировать уже семерку. Давно не было депульпации, когда, ну вот, все-таки пришлось. Так вот, я побежал, ну как побежал автобус, я бы не добежал до остановки. Ну, надо отдать должное. Здесь очень галантные водители и очень хороший транспорт. Правда, его надо дождаться. Ждать его можно и час целый. А вот, а... Он остановился до остановки, потому что я уже скорее бы не добежал. Я, вот знаете, почувствовал, что я не в порядке, я не окей. Да, как Земфира поет в альбоме Border... Не Border Run, там в треком случае называется. Border чего-то. Я окей. Вот, кто эту песню слушал, он понимает, что как бы, да, я окей, все хорошо. Ну вот, ну есть такие трудности. Вы тоже сейчас вот как раз рассказываете, что, ну да, прошелся, но сдавать стометровку пока вот вы, наверное, пока не готовы. Да, хорошо. Ну, и насчет воды тоже добавлю, что когда человеку трудно, а у меня именно из-за того, что там жидкость давит на желудок, тоже тяжеловато, да, как бы, взять так вот пару стаканов воды сразу засадить. Ну, работает вот этот подход, что по чуть-чуть, но почаще. Легче тогда, потому что иначе, думаешь, ну куда, некуда как будто бы вливать. Это кажется, да. Это кажется, да. Хорошо, так а у вас какую терапию-то вам проводят, то есть, ну, вы в больнице ради присмотра, и что вы, вы продолжили принимать какие-то химические препараты? Нет, химические диуретики я принимал только первые два дня, сейчас я принимаю. Минутка рекламы, да, рекламная пауза. Да, я принимал, это когда у меня камни выходили, да. Ага, вот, это хорошая вещь, значит, это раз. Второй, я бы сразу хотел немножко так остановиться на таком моменте, что, ну, скажем так, терапию... Естественно, я здесь не для того, чтобы, ну, принимать ту терапию, которую мне официально пытаются, скажем так, продать. Вот, но интересно мне проверить биолокационно, вот как вам интересно. Это про закон Эрот, это то, что я говорил, да. То есть мой... Да подождите, Глеб, сейчас всем интересно ваше состояние, умрете вы или нет, как бы в прямом эфире. А вот, извиняюсь, по закону Эрот, это вот сейчас прямо всем неинтересно точно. Давайте лучше вот про ваше состояние, то, что вы, значит, вы не на химических диуретиках. Спасибо вам большое, вы сейчас раскрываете очень важный опыт. Ведь многие, ну, как многие, да, многие люди проходят через больницы и пройдут еще, и останутся, кстати, многие там. И вот, оказывается, можно воздействовать на организм даже в больнице, но при этом подменять, да, то есть делать это не химическими, например, а натуральными препаратами. То есть вы показываете очень интересный такой опыт, такого осторожного, легкого, такой... Вы знаете, мне это напоминает на нашей вчерашней интервью-программе на Сангейт. Я же тогда дал вот эту команду в самом начале. Мы ничего не выбрасываем, мы все используем. Это напоминает мою бабушку, которая, ну, докармливала меня уж точно на убой, ну, умерла, правда, раньше меня. Вот, иначе бы точно добила, потому что кормила из-за всех всех. Естественно, извиняюсь, но убивала из-за всех сил. Так вот, она всегда повторяла, у нас ничего не пропадет, ничего не пропадет. То есть все, мы все сварим, все прожарим, у нас там ничего, она все повторяла, все в порядке. Это будет на утро, это на вечер, это будет куча всего. Вот, поэтому работает, здесь будет такой, да, я шучу, закон широкого. Мы ничего не выбрасываем. Вот мне вчера это пришло, понравилось. И когда мне она сказала, патриотизм, я говорю, да, патриотизм, замечательно. Я патриот. Ну, правда, про себя-то я понимаю, что я патриот-то в глубинном смысле. Почему это важно? Я к чему веду, Глеб? Мы не воюем с системой. Мы, у нас система считывает, она же тупая. Система громоздкая, она сильная, она тупая. Она считывает просто, ты патриот? Патриот. А вот эти все уточнения внутренние, она на социальном уровне, она так не считывает. Потому что если вы там начнете, ты русский, да, но там вот так, а это уже никто не будет слышать. Там же самое главное, чтобы не было сопротивления, например, нет, нет, я гуманоид. Гуманоид, свой, не свой, начинается вот эта дуальность. А когда вы соглашаетесь, мы не выбрасываем, конечно же, но мы, как мы это раскрываем, так и вы. Вы не отказываетесь от госпитализации, вы, скажем так, проявляете такую покорность, система это любит. Это все подробно описано у Рудигера Дальке, это германский метафизик, вот вся вот эта медицинская система, как она работает на примере онкологических пациентов. И здесь вот я хочу показать Глеба, как пример такого, я бы сказал, адекватного поведения. Потому что все же спрашивают, а как можно вот усидеть на двух стульях, как это совмещать. Вот и система, да, она же требует одного, а ты вроде бы должен идти как бы натурально, но при этом ты зашел уже глубоко в ненатуральное состояние. Я еще больше скажу. С точки зрения Широкого, например, никакого Творца не будет, не видит вас. Вы не по его воле воплотились в этих материальных телах, развлекаетесь, ну и получать будете по полной. То есть и творите, и вытворяйте, но не удивляйтесь потом. Ой, ну куда же смотрит Творец? Никуда он вас не смотрит. Работают алгоритмы. Хотите, возвращайтесь. Возвращаться можно, кстати, используя как раз материальные тела. Они являются лишь, скажем так, точкой, на которой поле работает. И, кстати, очень сильно может работать. Поэтому мы материальные тела не выбрасываем. Правильно, Глеб? Мы же работаем над очищением, точнее, помогаем телам. Да, вот такое. Ничего не выбрасываем. Так и вы. Вы, образно говоря, получая таблетки, вы их не выбрасываете. Просто у вас есть свои. Ну вы что-то принимаете, система считывает вас. Ага, она же, и же важно вибрационно, что вы не идете вот полный в отказ. Вот этот отказ. Помните, у нас вчера как раз это было, мы тоже это упоминали, отказ. И, кстати, Елена, она понимает, что такое идти на отказную. Но она с Нижнего Новгорода, видимо, там, давайте скажем, там люди такие, они понимают, что такое следователи всякие, пошел в отказную. Так, значит, тонкоплановые какие-нибудь питерцы, они могут и не понять, что такое отказная, что такое 51-я статья. А Елена знает. Вот, так что здесь вот Глеб нам показывает очень интересный такой пример. Расскажите еще, что вы применяете. Да, то, что мне дают эти все таблетки, там, парацетамол, два вида диуретиков, потом еще белок пытаются повысить в крови, у меня это какая-то молочно-соевая хрень и аминокислоты в порошке. Ну, естественно, я это все не коллекционирую, я это домой не повезу. Раздайте, раздайте, бедно. Нет, нет, это все, ну, здесь туалет рядом, и все. Я думаю, все понятно. Вот. Так, а какой вопрос у вас был? Что вы применяете, что еще вы делаете для вашего исцеления сейчас, для изменения вашего состояния? Вам вообще ваше состояние? Ну, вы прекрасно все видите, что Глеб, естественно, положил себя в больницу, потому что он так хотел. Ну, то есть, это просто, это откровенно видно, то есть, прославился на канале Эклер, а, в принципе, есть о чем поговорить, новые опыты. Ну, все тут, честно говоря, и нашему каналу тоже очень повезло с Глебом. То есть, эта игра точно, она вот, она, понимаете, она не в деталях была заказана, как это вот Григорьева говорит. Я не помню эти детали. Но вот я вот честно скажу, я вот все, что я считываю, я всегда вижу, что это всегда было, да, это было заказано. Иногда это просто больно, иногда ты думаешь, ну, ну, у меня вот в последнее время у меня нет такого, что, ой, это вот, это что-то не то. Да нет, это все то, ты вспоминаешь, что да, ты вот про себя что-то такое сказал, что пора бы там, например, ой-ой-ой, и вот оно, ой-ой-ой. Просто на вот этом театральном, там, назовите это, физическом уровне, на уровне материальных тел, это иногда выглядит все как-то странно, да, там, больницы, аварии. А с точки зрения вот вибрации и гармонизации энергетических там всяких законов, все закономерно, все просто, да, вот. Поэтому посмотрите, да, так вот Глеба с интересом вот это он все вам рассказывает, что, значит, что вот он, как он что применяет. То есть, ну, и вопрос, конечно же, что вы, насколько вы уже, как бы, какой у вас план, как вы вот сознательно его считываете, то есть, что еще вы делаете, и, ну, как бы, вот, как долго вы хотите выходить из вот такого состояния? Да, так, кроме диуретиков и воды, пока ничего, поскольку я жду посылку, то, что заказали из вашей аптеки, конечно, она не скоро придет, поэтому нужно время этого переждать, поскольку, ну, другого варианта нет, потому что здесь... Что у вас сейчас по пищевому взаимодействию, что вам приносит мама? Приносит, ну, то, что приносит, это тоже примерно то же самое, что с лекарствами, да, вот, а в основном, конечно, вареные овощи, то есть, я так понял, что сейчас тормозить до нормального состояния я могу только вареными овощами, то есть, никакие сырые, там, клетчатка, банан, да, помогает банан, второе, цитрусовые и такие кислые какие-то продукты, фрукты сырые, не более мандаринчика в день, еще прокатывает, вчера, правда, шел в магазин, не удержался, там, полуцененный, за полуцены лежал где-то килограмм дыни узбекской, ранний какой-то сорт, я его взял, съел на ночь, ну, вечером так, опять начал подпухать чуть-чуть, с утра все нормально уже, поскольку, ну, все-таки, а, банку этих консервированных помидоров, ну, то есть, термически обработанные очищенные помидоры, да, ими как бы, то есть, вот, да, вареные овощи, минимум фруктов, максимум воды, если фрукты, то это 80% банана постоянно поджевывать, и, как я сказал, да, одна мандаринка в день, если что-то не кислое очень, ну, дыня, я не знаю почему, я, кстати, думал, что меня от нее начнет разносить гораздо больше, а так я, в принципе, под вечер, ну, так, чуть-чуть подвигался, и нормально, может, потому что я за эти бини сначала сходил, а потом ее съел, поэтому я уже не такой плачевный. А, да, когда двигаешься, по-другому проходит состояние, и я вот тоже, кстати, сейчас переезжаю туда, где мне придется, ну, не то, чтобы придется, а, в принципе, и посмотрим, насколько там вообще позволит климат, что-то еще неизвестно, но в более натуральные такие условия я еду, потому что там, где я сейчас... А? Там же влажность больше. Влажность, да, это тяжелее, когда влажность больше. Ну, вы знаете, сейчас вот и в Нячанге, в Вьетнаме, мне, например, вот тоже тяжело, но не так тяжело, как на Пухете, где высокая влажность и более тропическое такое солнце. Дело не в этом, а в том, что я потерял здесь активность, ту реальную активность, потому что, когда я был на велосипеде, все-таки от 30 и в среднем 30-40 километров в день мне приходилось делать, хочешь ты не хочешь, чтобы два раза съездить на пляж, в магазины, то есть все время, вот, пусть и в темное время. И это, конечно, оно очень, все-таки оно способствовало вот этому лимфодренажу, да, ну, плюс там еще эти всякие массажи, с одной стороны они укладывали, а с другой стороны не давали как бы какому-то застою. Поэтому я поддерживаю то, что вы легонечко ходите в советское время, тоже вы водили вот до больных на прогулку. Кстати, спали дети, детей выкладывали спать на воздухе. То есть были вот в 50-х, я вспоминаю, годах, там очень много интересных вещей. Кстати, даже в Белоруссии, например, астму лечат, ну, как лечат, в специальных самолетах, из самолетов старых делают как бы условия гипоксии. Это белорусы придумали. И это работает, то есть через вот эту гипоксию человека выводят на какой-то, на какой-то, то есть тренируют, приучают его к гипоксии. Ну, потому что такое бронхиальная астма, это просто избыток гноя в бронхолегочных бронхах, в легких, прежде всего. И состояние недостаточности, да, то есть недостаточности кровоснабжения и гипоксия, то есть там и кислородный голод идет, и, по сути, через вот такую навязанную гипоксию уменьшение, там, по-моему, уменьшается кислород, да, то есть происходит капния. Вот они дают такое, как бы, облегчение, например. Так, возвращаемся к вам. Вы рассказали, что, значит, легкие, ну, какие-то есть движения появляются, что вот у вас натуральный теоретик. Теоретик, дадим пояснение людям, это усиление. Мочи, это мочегонный эффект, да, то есть идет раздражение и вывод, ну, там, через раздражение, там по-разному действуют эти экстракты, через усиление выделительной функции. Кстати, не только моча, там и пота больше будет, и, кстати, легкий и слабительный эффект должен быть. Вот, хорошо. Ну, я бы даже, может быть, да, что-то и прибавил бы из такого мягкого стимулирующего выделительной системы. Конечно, в вашем случае очень не хватает сорбентов, сорбционных именно различных препаратов, которые, ну, естественно, не тех, которые пытаются вколоть. Какие-то ионообменные, там, какая-нибудь адетата, да, там. А речь идет о пищевых, которые могут входить даже и в кровяное русло. То, что вот сцерин ультра – это пищевой, вроде бы через рот, но он работает достаточно глубоко. Ну, хорошо. Ну, что еще по вашему состоянию вы хотели бы узнать и что-то уточнить? Ну, два вопроса еще будет. Значит, один вопрос. Я узнал, что есть такой препарат, как манитол. Это, ну, его через капельницу только вводят. Вот там в инструкции описано, что он действует как стимулятор выведения межклеточной жидкости в кровяное русло. И вот я хотел узнать, а среди фитопрепаратов есть такие вот, которые именно так работают? Вы поймите, что жидкость в межклеточном пространстве задерживается, потому что там есть вещества, которые тянут эту жидкость, их надо разбавлять. Это, ну, работают законы химии, да, но они работают в данном случае как предохранение. Другой физики. Еще раз, просто химия. Еще раз, там есть определенные соли, например, да, которые тянут воду. И если их не разбавлять этой водой, то они будут просто убивать клетки. Поэтому задачи я не буду выводить. А вообще-то вода для нас это как проточная система, как растворитель, как среда, в которой проходит реакция. Это хорошо, когда наполнено водой. И, кстати, вы заметите, я сосу соль, да, чтобы соль удерживала воду. Потому что в состоянии сауны я теряю натрий. Конечно, я его восполняю. Но все-таки, вот все-таки, как бы приятнее быстро это восстанавливать. Потому что, в принципе, люди живут и без этого, без пополнения. Просто организм без этого пополнения сворачивает реакции. Вот в чем дело. Поэтому он бережет. Бережет воду, бережет и минералы, которые очень хорошо уходят на реакцию того же детокса, да. И, значит, еще раз. Вода прежде всего накапливается, потому что там ее удерживает. А не потому что там, видели эти, что там сказали, белки там. Это отчасти тоже там, мы с вами тогда, помните, смотрели, там что-то работает. Но прежде всего у вас токсическая именно вот этот асцит, это продолжение определенных токсинов, шлаков, токсинов, которые токсины, скажем так, более прорывают, а шлаки тянут на себя. И вредные метаболиты, которые прорвались и скапливаются вот там, где находит вам как бы жидкость, да. Прежде всего я вижу здесь это самый главный механизм. Потому что, ну, сказать, что, понимаете, у меня у самого гипотония и приступы гипотонии всегда была очень сильная, к примеру, но это никак не приводило к какому-то асциту. У меня были ситуации, когда не было белка вообще нормально, вообще вот просто серьезно. Было, это было до смены пищевого взаимодействия. Я рассказывал, я просто провалился просто в безумие и по минералам, и по дистрофии. Я выглядел именно как настоящий просто уже. Так вот, при этом у меня никакого асцита тоже не было. Поэтому попытка связать это с каким-то там, с тем, что вы не едите белки, да, и у вас развился асцит. Ну, нет, я думаю, что это все-таки другое. Даже не думая, мы видим это на практике. Да, но вот мы можем проверить биолокационно, допустим, если как-то вот как это делается. Просто мой лечащий врач считает, что, ну, это понятно, я понимаю, что через еду я сейчас белок себе не повышу в кровяном русле, поскольку для этого нужно будет сначала дождаться синдрома разгражена. Во-первых, еще раз, про белок в кровяном русле тут надо просто давайте посмотрим вообще, что у вас с белком. если так все о белке мы говорим. Вот по белкам, за последнюю неделю по белкам вы падали, кстати. Да, дистрофия есть. Я что-то показал. За последние сутки, за последние сутки по белкам вы падали. Ну, вообще, вот те процессы, которые у вас идут в организме разрушительные, просто волна такая, да, цунами, они вот вывели вас из себя, то есть вы вошли в состояние того самого биохимического стресса. Вообще, вам надо нормально измерить стресс по минералам, кортикоидам. Сейчас посмотрим. Степень свободы от него у вас 80% нету, 70%, нет, 60%, 50%, ну, что такое, 40%, 30%, 25%, 26%, 27%, 25%, 26%, 27%, очень сильный стресс по минералам, кортикоидам, очень сильный стресс надпочечники. Дальше, по глюкокортикоидам. Стресс по глюкокортикоидам, прямо сейчас степень свободы от него 50% нету, 40%, 31%, 32%, ну, не 33%, где-то 32%, тоже что-то плохо. Стресс по стероидам, кстати, тоже на всякий случай сейчас посмотрим. 50%, 60%, ну, не 70%, 60% с чем-то. Ну, там поменьше, но он тоже как бы влияет. Он, кстати, дает выпадение волос часто и все. Вообще, надпочечники, они отражают стресс, так называемый нейробоморальный, но уже как он в теле работает, да? Через них мы просто смотрим. Вот вы посмотрите. А с каким каналом надпочечники связаны? С каналом мочевого пузыря? С каналом мочевого пузыря надпочечники связаны или через какое они там работают? Такого, что они связаны только с одним каким-то каналом. Но вообще надпочечники у нас больше связаны, если симпатоадреналовый, адреналовый слой связаны с каналом ТР. Это канал трех обогревателей. Я не помню, чтобы у надпочечников был свой как бы канал, как бы, да, в отличие от печени, желчного. Здесь я бы сказал так, что по фрактальности можно искать причины в других каналах, влияющих на это. Ну, если вы уже заговорили о каналах, давайте посмотрим, что сейчас там происходит явного такого. Вот канал печени, он плохой прямо сейчас, кстати. Канал печени, вот он тяжелон. Ну, по вам это и видно. Канал поджелудочный и селезенки, он держится. Канал толстого кишечника, вот по нему надо работать. Канал тонкого кишечника нормальный, ну, не то, чтобы нормально, но не туда надо идти. Вот сейчас по печени идет проблема. И по каналу толстого кишечника, например. Канал ночевого пузыря, сейчас посмотрим с вами, это канал Ф. Да, он нехороший тоже. Но канал почек нормальный. Именно под канал мочевого пузыря, он больше за вывод. Больше за вывод. Просто почки у меня последние вот до того, как я сюда отправился и здесь где-то еще с недельку у меня было, что с утра вот ощущение в спине тяжести было. то есть я чувствовал нагрузку на почки больше. Сейчас, несмотря на то, что я все-таки воду оперативную не догнал, этого симптома нет уже. Почки полегче. Им полегче сейчас уже. Почки любят воду. Если желтая моча, рубишь почки из плеча и промываемся. Мне тоже будет больно утром, если я не попью и не буду пить, а, например, слишком будет выход какой-то. У меня прямо будет идти, знаете, как неприятная моча, вот такая разъедающая неприятное ощущение. Бывает, что я рано заснул, ночью не попил, а утром сконцентрировалась. Резий бывали. Ну, бывали. Резий. Резий. Резий и выжили. У вас выходила, вы рассказывали, моча была у вас там какого-то цвета страшного, да? Сейчас какого цвета моча у вас? Практически вода. Замечательно. Полегче стало. Но вот я вам говорю, по каналам печень волнуется. То есть не страшно, но как бы есть сейчас. А, давайте посмотрим по каналу желчного пузыря. Вот желчь идет нехорошая. то есть желчь, печень, желчь толстая. Вот эта система тяжелая, именно если по каналам смотреть. Дальше, возвращаясь к стрессам. Понимаете, вот прежде всего вот эти вот стимуляции очищения и то, что вот эндотоксикоз, он по сути и выводит, он помогает человеку выйти из стабильного состояния, и мы имеем вот эти вот проблемы по уже надпочечникам, и следовательно у нас идет и дистрофия, то есть по белковому обмену. Ну давайте с вами посмотрим вообще сколько у вас белка, вот в запасе вот образ значит по сухом остатке 700 нет, 600 нет, 500 чем-то. Страшного здесь нет, у меня было намного меньше. Ну то есть это не критически, у Димы 700 было, все время держалось, у многих 1100, 1200, должно быть вообще 2100, 2200, но я никого пока не встречал с такими показателями, надо Лапшинова будет посмотреть, для интереса конечно. У меня было 1600, но не доходило до этого. Я хочу сказать, на вес это особо никак не влияет, то есть еще раз, у нас в команде есть человек 120 килограмм, это совершенно не значит, что у нее куча белка. Спасибо Боже. И она как бы, ну она конечно, у нее по-другому просто идет это нарушение отмена. Вот, поэтому, Глеб, на самом деле вам да, вам придется тормозить, потому что вам надо успокаивать ситуацию, вы не находитесь в зоне риска сейчас по белкам, то есть чтобы прямо быть безопасно. Давайте посмотрим, есть ли негатив по какой-то аминокислоте. Вот прямо негатив по какой-то аминокислоте. Нет, такого нет. То есть белковый обмен качественно сохранен, он функционирует, но вы теряете, вы теряете, да, может там чуть-чуть но для нас это показатель стресса биохимического. посмотрели по тесту крови показал, что я сюда поступил, у меня бы 18, сейчас 14 единиц. При норме 35 нижней. Норма белка. Поймите, нету такого, как норма белка, там надо, во-первых, смотреть, насколько разжижена кровь, какое сгущение крови идет, и понимаете, ну, эти все показатели говорят о том, что вы находитесь в обострении токсикоза, да, и как бы то, что организм изменяет, то есть то, что он находится у вас в определенном стрессе, и через надпочечники мы видим то, что, естественно, нарушены белковые, все равно, как бы, да, не то, что нарушен, вы поймите, что в состоянии вот этого истощения по надпочечникам, он начинает экономить что-то, он что-то, он переходит на другие рельсы, понимаете, переход организма на рельсы в состоянии острого токсикоза, это не, это не плохо, не хорошо, то, что у вас там 14 с крови, это уже продолжение, это просто так же, как, например, у человека, у которого низкий кобальт, к примеру, не обязательно до железа, низкий, многие показатели изменены, организм перестраивается, как старая бабушка, он перестраивается под дефициты, у вас он перестраивается под отравление, как, например, при болезни, острый грипп, да, человек перестраивается в состояние такое, что ему вот лежать походу, у вас тоже перестройка, мы по-другому, может быть, у меня какая-то своя натуропатия, мы вообще по-другому это все видим, то есть, да, это есть, все здорово, это показатели, но это совершенно о другом говорит, да, вот именно, точно не о том, что туда надо пихать какую-то химию, какие-то там аминокислоты, что-то, то есть, это же, это же даже неестественно, оно и в естественном то виде тяжелое, ну а вот в авокадо есть белок, ну я вам скажу, что я этот белок бы не захотел, вот, он невкусный, кстати, самый интересный, сам, спасибо. Ну, насчет белка у меня еще будет вопрос, если вы закончили. Давайте, да, слушай. Однажды, это было где-то год назад, та же Рожкова меня спросила насчет, ну, в общем, я с ней договорился сделать тест над собой, выпить свекольный сок, я уже тогда был, получается, два года на трехфазном взаимодействии, свекольный сок и посмотреть, попадет ли этот пигмент свеклы мне в кровь, то есть, в каком состоянии стенки кишечника, ни капли, я выпил целый, там чуть ли, не знаю, ну, не знаю, две больших свеклы, я приготовил этот квас капустный, капустный со свеклой, и из этого количества свекольного сока ничего не попало через кишечник в кровоток, а вот теперь вопрос, вот, если пытаются поднять через из ЖКТ в крови уровень белка, то без воспаления кишечника, без вот этого синдрома, это невозможно сделать. Я не понимаю вопроса, я просто занимался, пока вы говорили измерениями, я хочу сказать, что у вас синдром дырявой кишки сейчас очень сильно выражен, к сожалению, потому что у вас к тому же в том числе идет токсическая желчь, и вообще у вас сейчас там серьезные проблемы. Вы их, как говорится, тот, кто посеет ветер, пожнет бурю. Я все почему-то вспоминаю такое мерзкое было прямо выражение лица, есть такой политолог, но мы не о политике, но прямо хочется его голосом сказать, когда для дорогих россиян в 20-м году он предупреждал, что у вас последняя возможность поголосовать дальше уже не будет. И он предупредил, что вы можете сейчас сказать «Да, поддерживаю». Вы об этом очень пожалеете очень скоро. Что, не так? Не, люди скажут «Не, не, это никак не связано, это никак не связано. У нас же сейчас сознание рыбки, три секунды. Ничего не связано, никак. Вот, извиняюсь, Глеб, что вот как бы пожинаем, да, мы собираем эти камни, то есть там вот именно ты сеешь ветер, ветерок, а пожинаешь просто бурю. Вот это вот мой опыт последних вот там семи лет, сколько там, с шестнадцатого года, да, вот реально. Я уж молчу о том, что блокирование ежедневное это легкий ветерок, оно незаметное, а потом это какая-то страшная будет, трагедия. Вот, здесь по синдрому древой кишки для вас степень свободы от него 60% нету, это острое состояние уже 50, 40, 35, 36, 37, но не 38, это редкое, редкие такие жуткие показатели. Что у меня тогда в каком состоянии был кишечник, когда, скажем, еще на всеедине, там, лет 10 назад, я мог съесть кусочек свеклы, и у меня уже сразу это все в моче висит. У вас не было острого состояния, давайте не путать, хронически отравленное состояние не означает острого токсикоза. Давайте я вам скажу, 10 лет назад, вот, 10 лет назад у вас средний, синдром дырявой кишки, степень свободы от него, 90% нет, 85, 86, лучше, чем у многих других, 85, 86, у многих это 82, там, уже если ниже 80, я уже начинаю беспокоиться. У вас сейчас обостренное состояние, у вас очень плохие показатели по надпочечникам, по синдрому дырявой кишки, вы это опять же, это не говорит о том, что вам стало хуже по внутреннему состоянию, вы просто замахнулись на Шекспира, да, как бы, не пора ли нам замахнуться на Вильяма нашего этого, вот, и как там в этом же фильме, там же тогда была «Оттепель», там же этот говорит, помните, в театральном кружке, «А ведь Ермолова бы играла лучше, если бы она днем на заводе бы вкалывала, а вечером, значит, в театр». Ну, тогда это была издевка в сторону сталинизма, да, это был, видимо, ранний, ранний хрущевский период, первое, так скажем так, когда можно было такие вещи говорить, ведь это непростая шутка. И здесь то же самое, то есть мы замахнулись за Шекспира, но мы эту Ермолову, мы ее отправили днем на завод, чтобы она план выполнила, а вечером на репетиции. Вот, и теперь мы удивляемся, почему у нее на сцене деливий, да, и как вот, она какая-то вот, ну, какая-то вот, как Зеленский, там, свиняюсь, ну, реально, да, вот, иногда вот эта вот ломка такая, да, это же токсическое состояние, неважно, даже если оно из-за испуга. И испуг дает тоже токсикоз. И, кстати, симпатоадреналовый криз, на нем вот это все и есть, да, и, кстати, эндотоксикоз идет не только своими гормонами, но и тем, что в теле кровь-то быстро начинает идти, скажем так, да, а гипоталамус-то он тоже же анализирует, что в этой крови. Поэтому у вас было состояние то самое, которое евреи называют не улучшай. Да, ты здоровый? Я очень, вот у меня вчера вела интервью со мной Елена. Она сказала, я так здоровый, что просто вот, я шучу, да, прям вот, вот вообще. Хотя для меня ведущие Сангейтс, там некоторые, да, я просто вспоминаю, они еле дышат. Удивительно, как они живые еще всего. Ну, вы догадываетесь там о коме. Но при этом замечательно, но, как бы, я не о президенте, кстати, там есть просто женщина, которая еле дышит. Ну и здорово, что она дышит. Я не мешаю. Удивительно, какой запас прочности у этого тела, да, то есть, это поразительно. У человека сильнейшая гипоксия, сильнейшая недостаток, там и сердечная, там же целый ворог так называемых диагнозов, заболеваний. А человек живет, живет своим делом, я, ну, про Софию, например, да, и это гениально. И ее это держит. Это вот гениальный пример, который, как бы, показывает, да, что здесь работают не диагнозы, а представления. Вот. Ну, возвращаясь к Глебу, ситуация, то есть, состояние по стенке кишечника отвратительное. Как бы, и, к сожалению, там начинает идти вот эта мерзкая желчь, которая пошла, видимо, из печени, пошла чиститься. Вы понимаете, здесь работает вот этот эффект лавины. Помните, у нас там были эффекты очищения? Это вот работает, пришла беда, открывай ворота. Только за яйки хвачусь, нет молока. Вот серьезно, сколько я лет это все проходил, вот оно так работает, поэтому не улучшай, говорил мне мой доктор, когда я ему говорил, вы знаете, я еще это принял, и вот эту запись сделал, эту, и тут мне совсем поплохело. Он говорит, кто тебя просил, не улучшай. Вот шел тихонечко, вы же показали на своем примере, Данка вырвал свое сердце, да, и всем похрен. Вот, только помучался. Ну, здесь вот сейчас, конечно, сейчас надо максимально максимально вас просто помочь здесь дать организму, скажем так, и команду дать, и не помогать ему сильно очищать себя. Не надо сильно ему помогать. То, что он будет выводить, то, что вышло в ткани, оно либо будет засасываться обратно, частично это происходит, все равно все процессы идут, они туда-сюда, так оно будет выводиться с мочой, с калом, с потом, с волосами, с зубами. А вы что, думали, что туда не идет, все идет, идет. У меня обострение по зубу пошло, потому что у меня и лимфа здесь была не в порядке, массажистка это все видела. А куда оно? в конечном итоге вот оно куда-то же где-то отстаивается. Поэтому хорошо, когда двигается, хорошо, когда нет такого явного застоя. здесь ваша ситуация, то есть почему в вашей ситуации например таблетки помогли бы посадить вас на группу кортикоиды. Вот стандартно, я не знаю, как в Прибалтике, в Латвии, но в России, в Белоруссии вам четко бы назначили глюкокортикоиды какие-нибудь какие-нибудь там вам уже на глюкокортикоидах стало бы уже как бы как в овощ такой, да? То есть там пошла бы просто надпочечники бы перестали бы реагировать так активно, на подачу сигнала из там идет эпифис, гипоталамус, гипофис, подключается щитовидка, это вот эта ось и дальше надпочечники. Вот те же глюкокортикоиды они по сути просто вырубают все и по факту происходит вырубание. Это некрасиво, но это работает, да, да. ну собственно говоря так же и героин может сработать тут и какие-нибудь ну они же видят, что это работает, это правда у этого есть другие объяснения, но это работает, что они не выводят людей из таких не всех обязательно убивают как Марию Битько с токсикозом людей все-таки выводят, но мне рассказывал свое время мой коллега один, что хорошо в Германии очень выводят онкологических пациентов, а это тоже токсикоз после химиотерапии, почему там живут все-таки какое-то время с онкологизацией, потому что эффективно все-таки проводят детокс, все-таки что-то там научились, не только на Навальном шлифовали искусство детокса, а там же очень смешно с Навальным же, там же якобы было отравление фосфорорганическим веществом, от которого умирают просто только так, то есть там уже был случай вот например в 94-м году какого-то банкира там на трубке были следы этого фосфорорганического ну вот этого вещества, которым якобы его отравили, так там пять следователей или кого, все умерли потом, то есть они приходили в это помещение, они просто эту трубку в руках подержали или еще что-то, то есть это настолько ядовито, что он не мог бы прийти, то есть там правильно сразу люди профессионалы, они сразу говорили, ребята, не надеетесь, он не восстановится, и что? как это вообще? то есть это туфта, вот я сейчас не о политике, а о том, что вот, да, токсические такие состояния, вот, ну что еще вам, что, что, надо не только измерять, да, мы говорим с вами о том, как, как вам войти более стабильное состояние, понятно, что вы полностью не придете в себя, то есть и я, ну, если только вас обратно не вводить там целый год обратно в пищевой токсикоз, ну, вы туда не пойдете, скорее всего, это надо вас еще вводить, то есть у нас же с Марией битьком уже не удалось, но она и не захотела и вообще и не очень-то хотела и тело не хотела. Тогда вопрос, да, вот то, что они начинают ставить альбуминовую белковую капельницу, это вообще теория у них, эта идея, она откуда и на чем она, на какой практике она основывается, что человеку разве становится, если вот начать его там закаривать. Во-первых, никто не сказал, что ему там становится лучше, моя мама иногда делала эти капельницы, а иногда она их просто не выдерживала, ей становилось на ней плохо, и врачи говорили, ну что вы хотите, да, в аннотации это написано, может быть плохо. Они очень тяжелые, когда мой отец принес белковую капельницу в больницу ко мне и сказал, что теперь ты будешь лежать 5 часов, я быстро выздоровел, в тот же день, прям, моментально. Уже требовал выписывать меня. Это очень отрезвляет. Поэтому они исходят из теории, что внешне, что вы потребляете белки, ну потому что в природе нет аминокислот, они только там во фруктов, а фрукты это ой-ой-ой, и то их там мало. А так в основном все спрятано в белке, причем в таком тяжелом отравляющем, это все знают, что белок горохом отравляющий, ну что делать, надо же как-то его получить, из него надо получить аминокислоты, это делают то ли ферменты, то ли бактерии, тут уже расходятся, читаю справочники, и то, и другое вроде есть, и нас, я повторюсь, доктор Божьев уже вообще говорит, что у нас только два типа пищеварения, да, только армия и флот, только брожение, гниения, ну хорошо, опустим это, вы просто спросили, из чего они исходят, из официальной теории, вот с этими калориями, все, что вот, особенно смешно теория калорийности, конечно, с маслами, то есть, в льняном масле так много калорий, что почему-то на нем все дрищат, ну горит очень хорошо, оно горит очень хорошо, масляная лампа, она, ну, она даже тепло дает, то есть масло, оно действительно калорийное, оно горит, калорийное, да, если сжечь, а у нас процессы совершенно другие, я еще раз подчеркну, что льняное масло вызывает желчегонный, слабительный эффект, и никакого насыщения чем-то особо там не происходит, к счастью, происходит очищение даже, да, вот, оно окружает желудок, поэтому чувствуется такая, чувствуется сытость после жира, потому что замедляется, это чувство сытости, на самом деле никакого всасывания к счастью нет, льняное масло практически никак не усваивается, оно такое, к счастью, поэтому когда меня спрашивают, а можно, я говорю, да ладно, раз вы по-другому печень чистить не можете, давайте, давайте так хотя бы, а чувство сытости, это просто вы чувствуете сытость, это не значит, что вы чем-то насытились, чувство, это чувство отравления на самом деле, оно же чувство сытости, то же самое, как вот у нас вчера была медитация динамическая, честно говоря, у меня у самого не было никакого желания, но я до этого напился арбузного сока, такое уже, у меня было и так уже пресыщение, и у Елены никакого, видимо, она тоже чего-нибудь наелась там перед эфиром, вот, и у нас не было вообще нежелания чем-то там в рот что-то запихивать, да, у обоих, как ни странно, так совпало, но оно появляется, надо смотреть, то есть вот в чистом состоянии я боюсь, что этого состояния и нету, то есть это будет наподобие Дмитрия Лапшинова, который готов съесть две помидорки просто, чтобы быть своим, ну, примерно так, ну, чтобы не забыть, как они, как они, потому что я бы не остановился на двух, я имею в виду носок, то есть я, почему, например, некоторые продукты я убираю полностью, например, лечи сейчас, очень вкусные лечи, но они так меня стали чистить, так, что я убрал полностью, потому что просто вот столько попить мне не хватит, это все равно как Пушкину предложить Анну Керн, ну, только потрогайся, скажет, нет, нет, подождите, у меня дунжуанский список, я, значит, накапливаю опыт, мне надо описать процесс, мне надо по полной программе, вот, и здесь то же самое, поэтому возвращаясь вот к вашему, то, что вы описываете, что у нас там с вами было, напомните, значит, синдром налево кишки мы обнаружили, мы обнаружили, что сейчас идет обострение, оно, к сожалению, идет, нам надо просто сейчас притупить эту реакцию и помочь тому, что может быть выведено, мягко выведено, мягко, остро нет, то есть ни о какой антипаразитарке сейчас речи не идет, но мягкая стимуляция выделительных систем, а вы принимаете как раз то самое, она все-таки дает вот это освобождение, чтобы то, что, понимаете, оно как бы либо сидит внутри, либо его надо, его вот, когда оно в промежуточное состояние, в соединительной ткани, вот в этой вот, в межклеточной жидкости активно, получается, что вот это все выглядит вот так вот некрасиво, в желчи, то есть пошло в какие-то жидкости, в кровь, нет, либо мы это запираем полностью, чем занимается у нас вся цивилизация, она все запирает, 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 веточки продолжают жить в этом во всем дерьме, но это уже какое-то время как бы незаметно, ну, кому-то заметно, у кого-то уже и болеют, и дети даже, либо вы пошли вот путем такого раскрытия, вы в нем завалились, как и я, и отчасти Игнат Тимошенко, вот, ну, вот, нам всем наука, ваш пример, какие-то у вас еще остались вопросы? Да, чтобы вы, может быть, сказали, из юридических средств, которые я могу здесь найти, пока вот жду посылку. Я их не знаю, наизусть, вы ему точно там найдете что-нибудь, но я без... Для чего именно? То есть, в каком направлении, скажем так? В направлении мягкой стимуляции выделительных систем. мягкая стимуляция выделительных систем это легкие желчегонные, легкие мочегонные, это отхаркивающие, разжижающие, в том числе, например, разжижающие мокроту, они работают по всему организму, на самом деле. Да, кстати, у меня еще должен заметить, вот когда у меня все это началось зимой, с лимфатическим узлом, и потом пошло, у меня был какой-то период, там, недели-две, я начал чувствовать, во-первых, в носу вот это ощущение, когда вот гриппом болеешь, вот это вот какая-то, как туда скапливается какая-то дрянь, у меня ухо закладывало, то есть что-то по лимфе или где-то что-то у меня что-то там такое, какой-то процесс такой, которого у меня не было уже лет наверное 5, ну то есть, да, у меня у самого вот на фоне жары или все, у меня, я ходила к массажистам, у меня по лимфе и ого-го, какие чистки шли, и был даже период, где лило, что-то там, слезоточение было, это, знаете, по-моему, январе солнце сильно включили, вот это как все ударило, я помню, я еду на велосипеде со мной, там, ну в Таиланде все здороваются друг с другом, и я, да, да, привет, а сам такой, думаю, господи, глаза не видели тебя, не могу, прямо все течет, и вот это, даже на жаре, поэтому я все это понимаю, ну что же, учитесь, если вы хотите, учитесь делать это так, чтобы это шло как у позднего широкого, да, хотя бы, минимум, либо, например, у Дмитрия Худко, Игната, они показывают более красивый опыт, потому что сейчас вы показываете какого-то раннего широкого, и даже в чем-то может быть более такими, ну, я, я, вот, я, если в больницу попал, то только на несколько часов, и то с камнем, да, и быстро, как бы, это, надо, вы все спрашиваете, посмотрите, вот, на уровне, это, на биохимии, там, да, а вы не забывайте про метафизику, я вас еще раз еще раз переспрашиваю, насколько вам надо задать себе все-таки вопросы, насколько вам интересно именно вот такой опыт, то есть, если вам интересно, то вы будете часто попадать в больницы, пожалуйста, вам это всегда, как говорила Ксения Менщикова, тем, кто хочет выйти из медицинского эгрегора, она говорила, так, подожди, ты куда? у меня такие больнички, ты куда? Ты посмотри, какие у меня инновации, какие новые препараты мы выпускаем, да? Да, не, насчет метафизики у меня тоже все, я как бы в своем темпе иду, сегодня вот там немножечко так посмотрел, кое-что почитал, и, ну, естественно, без этого не так. Вы не имеете то, что вы заказывали, то есть пусть это вы не помните, но, как правило, это всегда, это не я, это не я, да? У меня просто хорошая память на слова, например, я, к сожалению, я помню, что сам заказывал, и что другие даже заказывают. Я иногда могу припомнить человеку, там, там уже Диме, что 15 лет назад он сказал в таком-то каком-то и сказать, ну, вот ты и получаешь. Он говорит, это не я, да, это не ты, конечно, это тобой, это тобой делают все, все верно, но делает-то тело, но тобой, да, ну, то есть, стреляя, потом спросят, а вы зачем стреляли вот туда? Приказ был, подождите, стреляли, это вы как сказали, там, чья рука, да, это чья нога, это нога, кого надо нога, это мы все сегодня один ким вспоминаем с вами, поэтому здесь работают законы, вот видите, какая интересная игра, она как бы вне творца, как дети, которые, блутные сыны, да, сбежавшие, или упавшие, да, и а закономерность-то никто не отменял, то есть, вот мы выбежали на улицу, а нас сбивают машины, так это закономерно, а все-таки, как же так, это безобразие, как они могут, во всем виноваты машины, во всем виноваты управление, там, да, еще что-то, и никак не доходит до того, что вы совсем маленькие, вы бежали из дома, ну, либо вас заманили, хорошо, вы выпали оттуда, это уже особый там разговор, поэтому вчера вот мы на медитации, вы просто упомянули метафизику, мы вот тренировались такому возврату, да, состояние, не я. Да, ну, я предлагаю, когда я еще получше стану, через неделю, к метафизике, ну, то, что я называю, психосоматики, мы вернемся уже через неделю, может быть, да, поскольку сколько может, может, почти три часа, люди устанут это все смотреть. Да, ну, мы не только с вами общались, нет, ну, почему же, людям очень интересно, люди любят вот этот экшен, ведь одна из самых, тоже, даже моих любимых передач была, когда я даже еще смотрел в телевизор, 9-1-1, слушку спасения, мы смотрели, как в Америке спасают людей, почему-то не в России, мы в России смотрели, как здорово спасают людей в Америке, очень хитовая передача, и там, как бы, на самом деле интересно, вот, это нормально, так что людям, людям нравится живой вот этот опыт, и, ну, как хорошо пошутил Доброздравен в свое время, когда там что-то его девушка, жена сейчас уже что-то там показывает, говорит, что-то у нас там костер сзади слишком разгорается, он хорошо сказал, да, конечно, сожжение в прямом эфире очень сильно увеличит даже наши просмотры, да, угадал, вот, так что люди, как и суд, присяжных в Америке любят вот это вот вот это раскрытие, реальность, как он проходит эти состояния, так что у вас есть шансы на оправдание, вот, чем больше вы будете искренне, и тут опять я вспоминаю, под конец скажу, но бывает и когда это все, ну, вот, не то чтобы искренность, а когда тело прямо и выдает все, да, еще раз напомню, этот очень интересный случай, один адвокат его спрашивает, а где вот вы потерпели неудачу или что-то, он говорит, что я ничего не мог сделать с одним случаем, где присяжные полностью встали против клиента. Еще сейчас, да, вы уже, да, можете отключиться, Глеб, всего хорошего, я договорю просто. Счастливо, Глеб, и на прощание договорю, полностью встали против. Дело было по поводу, вообще-то, пропажи жены, ну, как бы убийства. То есть, ну, подозревали, что все-таки он ее убил. Трупа не было. И адвокат или кто-то там, да, кто-то сказал, может быть, не адвокат, да, кто-то сказал, что представьте, может быть, кстати, как раз и адвокат подловил, представьте, что сейчас откроется вот та дверь, такие присяжные, ага, вот эта дверь, и там войдет его жена, а вы осудили его. И они все его осудили. Их потом спросили, а как, почему же? А они сказали, а мы видели его реакцию, когда это говорили, он на двери не посмотрел, значит, он знал, что она мертва, у него не было надежды. Так что здесь это по поводу такого вот откровения, да, раскрытия, оно закономерно приведет к тому, что все тайное станет явным во внутреннем нашем как бы пространстве. И это тоже непросто пережить. Глеб это переживает вот так, как вы видели, я тоже со своими проблемами, сегодня мне было тяжело, так долго мне не делали, еще так во Вьетнаме прям тщательно делают, что это уже невыносимо. Представьте, что вам тщательно, тщательно моют уши, к примеру, целый час. Вы уже возненавидите и уши, и того, кто моет, и сам процесс этого. То есть это забавно вот так чуть-чуть, а потом представьте, что это не прекращается. Вот. Ну, мы здесь вот проживаем такое.